Всем привет! Это Асатур и сегодня, да, необычный ракурс, необычное видео и даже необычный предмет съемки. Это Samsung. Samsung Galaxy. Вы сейчас можете наблюдать перед собой Galaxy S2, но на самом деле, конечно, речь пойдет не о Galaxy S2, а абсолютно новинке 2021 года. Galaxy S21. Буквально только что отгремела официальная презентация Galaxy Unpacked и у меня уже в руках есть новинка. Galaxy S21 обычный, S21 Plus и S21 Ultra, которые вы увидите чуть позже, но перед тем, как мы начнем знакомство с самими устройствами, во-первых, хочу поблагодарить компанию OneGalaxy.ru, которая предоставила мне возможность рассказать и показать вам, собственно, эти новинки. Во-вторых, обращаю ваше внимание, что в конце видеоролика будет анонсирован конкурс в Instagram OneGalaxy.ru, в рамках которого вы сможете выиграть ценные призы, о них тоже скажу чуть больше позднее. И в-третьих, собственно, расскажу, почему перед вами лежит Galaxy S2 и почему именно я рассказываю об новинке Galaxy S21. Кто давно подписан на мой канал Asatour Review, давно знает, что я занимаюсь не только продажами автомобилей, точнее, занимался не только продажами автомобилей, но изначально свою карьеру продавца, который уже больше 10 лет, начинал с продажи цифровой техники. Работал в одной из компаний, сейчас уже ныне не существующих, проработал там 3,5 года и в том числе был знаком с этими устройствами, с их стартом, буквально с самым зарождением модели Galaxy. Потому что я даже припомню, был на обучении Samsung, где впервые дали пощупать в руках еще предсерийный образец первого Galaxy. Собственно, этот телефон на тот момент, смартфон, конечно, произвел неизгладимое впечатление, как действительно очень интересного, очень конкурентного устройства, способного дать бой очень многим маститым другим смартфонам того времени. Причем это была именно практически революция. Особенно если мы говорим про экран Super AMOLED, AMOLED, все эти технологии, они зародились еще тогда, 10 лет назад. Сейчас 2021 год. Речь сейчас идет примерно о 2010, плюс-минус году. Я был владельцем Galaxy S1, более того, был владельцем Galaxy S2. Собственно, именно мой, точнее в большей степени, наверное, мои супруги, но и я тоже им пользовался, Galaxy S2. И здесь он нужен для того, чтобы вы могли наглядно увидеть, как это устройство изменилось за последние 10 лет. Цифра 10 здесь, на самом деле, достаточно часто будет попадаться, и это касается не только срока, но и многих улучшений и характеристик. Но вас, наверное, волнует, почему я, по сути, сейчас уже автоблогер, продавец автомобилей, рассказываю впервые на своем канале о таких вот современных технических устройствах. Дело в том, что на данный момент, как мне кажется, покупатели флагманских и не только смартфонов в большей степени перестали зависеть от технических характеристик, от тех цифр, которые вы можете слышать от абсолютно всех техноблогеров, в том числе выпускающих ролики именно в этот момент. И вы, возможно, можете перейти и посмотреть много полезной информации относительно тех характеристик, гигабайтов, оперативной памяти, о том, на сколько процентов улучшились процессоры и видеопроцессоры, насколько это все должно усовершенствоваться, увеличиться и улучшиться в 2021 году по сравнению с 2020, в S21 по сравнению с S20. Но для меня, как пользователя, в том числе реально владеющего Galaxy Note 20 Ultra, для меня все эти цифры, они давно отошли на второй план. Мне куда важнее, насколько хорошо это все работает в действительности, насколько удобно этим пользоваться, как долго он держит батарею, и опять же речь не в миллиампер-часах емкости батареи, а в реальном сроке службы моего устройства, а на это влияет в том числе и улучшение процессоров. И как итоговый показатель, итоговый критерий, за чего я выберу данное устройство, в том числе Galaxy S21, на самом деле может оказаться именно дизайн. Поэтому к вопросу дизайна в большей степени, к вопросу визуальным изменениям будет акцентировано мое видео. Galaxy S2. То, практически с чего началась история современных галактик. Я сейчас возьму в руки Galaxy S20. Galaxy S20 Ultra. Первый смартфон, который мы можем увидеть. Galaxy S20 Plus, средняя модель и обычный Galaxy S20. Три смартфона, которые составляли ключевую линейку, флагманскую линейку в 2020 году в рамках Samsung. Если мы положим рядом модель Galaxy S2, то видно, что это, конечно, несравнимо маленький аппарат, который по сегодняшним меркам кажется чем-то смешным и абсолютно несерьезным в плане своих габаритов. Но в 2011 году, а мы можем это проверить, если откроем крышечку, тогда она еще открывалась. Снимем батарею и обратим внимание на дату. Вот здесь указано на самой батарейке. 12-28 декабря 2011 года. Этот телефон реально от 2011 года. На тот момент это устройство считалось, как сейчас любят говорить, лопатой. То есть огромный-огромный смартфон с 8-мегапиксельной камерой, со вспышкой. Естественно, разъем для подключения наушников. Здесь microUSB разъем. Большой экран. Фронтальная камера на 2 мегапикселя. Сенсоры, в том числе и приближения, которые отключали экран при сильном сближении. И фактически только одна заметная клавиша. По бокам есть еще, конечно, сенсорные, но глобально только одна заметная клавиша, плюс довольно тонкие рамки. По меркам 2011 года это было очень круто. Я перед тем, как готовиться к съемке этого видеоролика, посмотрел на YouTube обзоры от 2000, ну опять же, примерно 2011 года. 9-летние обзоры Galaxy S2. И вы не поверите. Вот если к названию Galaxy S2 в ролике добавить Galaxy S21 или любой другой смартфон любого другого бренда, то суть не изменится. Нахваливает все то же самое. Устройство стало вдвое быстрее, вдвое экономичнее, работает дольше, процессоры стали лучше, камеры опять же улучшились. То есть на протяжении последних 10 лет техноблогинг никак не меняется. Меняется только само устройство, в процентах улучшается. Но для вас, для пользователя, тогда это устройство преподносилось как один из самых быстрых, один из самых плавных, один из самых лучших в плане камеры и один из самых, ну в принципе, современных смартфонов. Сейчас, если мы его включим, а мы вряд ли его сможем даже включить, конечно, это будет абсолютно не то. Он будет сильно тормозить и будет абсолютно не соответствовать нашим сегодняшним требованиям от полноценного смартфона, от его задач и возможностей. Но это только означает, что меняются сами устройства, а то, как о них рассказывают, не меняется никак. Поэтому, собственно, еще раз мы делаем основной акцент на дизайне. Дизайн куда важнее. И если мы берем в руки устройство 2020 года, что из себя они представляли? Младшая модель имеет, опять же, цельный корпус, он никак не открывается. В единый блок выделены все камеры. Здесь их три штуки, три камеры, вспышка, естественно, широкоугольная камера, стандартная камера и телекамера с большим зумом. Фронтальная часть, передняя часть — это один большой экран с минимальными рамками. Конечно же, здесь их минимум для того, чтобы визуальный экран и визуально сам смартфон смотрелся интереснее, смотрелся современнее. Чем тоньше вот эти боковые рамки, тем, конечно же, и само устройство будет выглядеть актуальней. Открываем, к примеру, приложение «Телефон». В этом приложении очень хорошо заметно, что все, абсолютно все рамки, они довольно компактны, разве что нижняя вот эта полоса, она толще, чем боковые. Ну и, может быть, еще полоса над самой камерой в верхней части устройства, она слегка превосходит боковые линии. Но в целом по экрану даже в отношении 2020 года никаких вопросов. Тыльная сторона глянцевая. Берем следующую модель. История примерно та же самая. Тыльная сторона глянцевая. Смотрится красиво. Это стекло. Стекло необходимо здесь для того, чтобы работала беспроводная зарядка, включая обратную зарядку. Это стекло, которое, конечно же, выглядит нарядно. Но с точки зрения практичности вы сами прекрасно видите, как много здесь марких, отпечатков, следов от пальцев. В отдельный блок вновь вынесены камеры. Они слегка выступают за пределы корпуса устройства. В 2020 году мне казалось это вполне себе интересным, красивым решением. Но у него есть определенные недостатки, которые сводятся к тому, что само стекло, Gorilla Glass, по-моему, второго поколения, если не ошибаюсь, само стекло это хорошо. Но если вдруг вы его разобьете, разобьются сразу все камеры. Насколько это положительный момент в плане юзабельности, в плане долговечности устройства, наверное, сказать сложно. Я думаю, что прецеденты уже были. Фронтальная часть. Вновь видим большой, действительно огромный экран с тонкими рамками, за исключением нижней. Вот этого подбородка. Он, конечно, чуть толще, чем остальные. Опять же, не критично. Маленькая камера фронтальная, которая вписана в переднюю часть. Ее практически незаметно на фоне конкурентных устройств, у которых целые моноброви массивные. И из личного опыта пользования Note 20 Ultra могу сказать, что да, действительно, я никакого дискомфорта по отношению к фронтальной камере не испытываю. При просмотре роликов, при просмотре фотографий, монтаже. Мне это никак не мешает. И берем в руки флагман линейки прошлого года Samsung Galaxy S20 Ultra. Топовый смартфон, который в первую очередь может похвастать таким куда более крупным блоком камер. Эти камеры, самая, наверное, ключевая камера, самая интересная, которая в том числе вызывает много вопросов у сторонних наблюдателей, когда у вас в руках такой телефон. Это прямоугольный вырез 100-кратного зума. Действительно, 100-кратный зум, 100-кратное увеличение позволяет вам получить возможность снимать какие-то дальние объекты и что-то в них разглядеть, в отличие от, к примеру, конкурентных устройств, которые не обладают такого типа мощным увеличением. Остальные камеры привычны, стандартны. То есть обычная камера, единичная, без какого-то сверхувеличения. Просто широкий угол, дополнительный широкий угол, сверхширокий угол, для того, чтобы можно было снимать в том числе какие-то объекты в стесненных пространствах. И самое важное, с ночным режимом полноценным, в рамках которого также камера может снимать очень качественные фотографии. Она берет задержку в несколько секунд, после чего делает качественный снимок, в чем вы могли убедиться не раз в моем инстаграм. Об этом чуть позже также скажу. Тыльная сторона, вновь стекло, глянцевое. На черном корпусе еще сильнее заметны все эти отпечатки, пальчиковый эффект. От него, увы, никуда не деться, но вот это некоторая оборотная сторона глянцевого стекла. По бокам идет алюминиевая рамка и фронтальная часть, опять же, огромной диагонали, экран. Отключаем адаптивную яркость, чтобы он не потухал. Заходим в режим телефона, здесь видим примерно ту же историю, что и была с прошлыми устройствами, с S20 Plus и S20 обычным. То есть у нас довольно тонкие боковые рамки, есть сильный, в принципе, выступающий подбородок понизу, и тоже весьма массивная полоса сверху над камерой. Сама камера в виде небольшой точки, диаметром примерно 3 мм, опять же, сильно в глаза не бросается, и в целом этим пользоваться достаточно удобно. Общая картина предыдущих устройств, S20, сводится к тому, что у вас обилие глянца, выделенные блоки камер, алюминиевые рамки окантовки и тонкие края, тонкие рамки самого экрана. Убираем это все в сторону и переходим к самому, пожалуй, интересному. Я начну с топ-флагмана. Именно модель S21 Ultra, по моему мнению, будет пользоваться наибольшим спросом у покупателей прямого конкурента этого устройства. Я думаю, что не секрет, о чем идет речь. Я сам владею Note 20 Ultra и, собственно, тем флагманом конкурентного устройства одновременно. Она мне удобна пользоваться устройствами, смартфонами на двух разных платформах с двумя разными возможностями, потому что это помогает совмещать, опять же, разный функционал и получать общую, полезную, во всяком случае, составляющую обоих устройств. Но в отношении S21 Ultra, в большей степени, когда ты рядом еще держишь модель S20, глаза бросаются, насколько сильно поменялся дизайн. Фронтальная часть, ее даже смысла нет рассматривать, она идентична. Здесь, как таковых, явных отличий, за исключением легких уменьшений по рамкам, вы не заметите. И размер камеры фронтальной примерно такой же. И весь функционал мультимедийной, оболочки Android, он не будет как-то кардинально отличаться. Да, камеры изменились, да, там есть нюансы по работе самого устройства. Стоит процессор 2100 Exynos, который однозначно должен быть энергоэффективнее. Значит, при сопоставимой емкости батареи в 5000 мАч, устройство S21 должно работать дольше. Но, как и сказал, об этом вам расскажут многие другие техноблогеры. Меня же волнует чисто вопрос, вот я как покупатель, может ли меня зацепить обновленный S21, чтобы отложить в сторону, убрать из виду модель S20. Чтобы убрать из виду мой текущий Note 20 Ultra, который мне очень нравится, который мне удобно пользоваться. С огромным экраном, с классным блоком камер. Опять же, включая камеру с, правда, 50-кратным зумом, это отличие от модели S20. Но с лазерной фокусировкой. Вот этот блок, как раз таки, вот он, лазер. Он позволяет фокусу, автофокусу срабатывать быстрее, срабатывать корректнее. Естественно, это не может не сказаться на удобстве моей работы. Если вы зайдете в мой инстаграм, asatur.price, то фотографии сделаны начиная с августа, то есть за последние полгода. 99% фотографий сделаны при помощи вот этого Note 20 Ultra. И что касается камеры, я пользуюсь Note 20 Ultra не по той причине, что мне так захотелось. А потому что действительно его камера работает очень качественно и делает снимки таким образом, что мне не приходится их потом дополнительно обрабатывать. То есть я беру устройство, я захожу, к примеру, в режим живой фокус, если мне требуется размытие фона. Допустим, вот так. Буквально одно нажатие, и я получаю снимок с размытием фона. Сейчас, видите, идет обработка. После этой обработки, вот, Samsung сам подобрал тональность, убрал лишнюю яркость, то есть контраст, резкость, все он настроил в автоматическом режиме. Я могу эту фотографию сразу постить в Instagram. Мне не надо ее обрабатывать в том же Instagram. Когда у меня серия фотографий из 10, допустим, снимков, каждый снимок раньше на прошлом флагмане конкурентного устройства я обрабатывал. Здесь же просто сделал фото, выложил. Уже это действительно мне очень и очень нравится в устройствах Samsung. Сравнивая с моделью S20, вы в первую очередь заметили, что пропал глянец. Пропал глянец, появился черный корпус, который напоминает алюминиевый корпус. И вы, возможно, подумали, что это действительно алюминий, металл, но нет. Это матированное стекло Gorilla Glass 7. Последнее поколение данного стекла, которое, опять же, обещает улучшенные характеристики устойчивости к царапинам, к истиранию, к каким-либо возможным повреждениям. Возможно, это действительно так. Проверим со временем, с течением времени. Но для меня лично, больший плюс, это именно дизайн. Он выглядит куда приятнее, он выглядит куда дороже. Через надпись Samsung, вот эта надпись Samsung, если вы посмотрите, которая бликует. Вот таким стеклянным эффектом бликует. Можно все-таки действительно определить, что это стекло, это не алюминий. Потому что видно, что блик идет такой более глубокий. То есть та обратная сторона стекла, она заметна. Но в остальном переходы в рамки, в края сглажены. Здесь то же самое, переходы в верхней части, справа в боку. Все это смотрится как один цельный единый корпус. И даже выступ камер, опять же, в виде такой массивной достаточно ступеньки, хоть она и стала меньше, чем у модели прошлого поколения, у S20 Ultra. Но выступ камер сейчас уже выглядит в некотором плане даже как дизайнерский элемент. То, что вы видите, у него сглаженность по левому верхнему и правому нижнему краю контуру. Здесь же острые выступы, которые плавно перетекают в сам корпус. И мне кажется, со временем, когда появятся всевозможные чехлы, они будут стараться вывести плоскость вот этого выступа в единую плоскость с основным корпусом самого устройства. За счет этого будет смотреться целостнее сам облик смартфона. Но мне намного больше нравится история с жизнеспособностью вот такого решения, с долговечности. Потому что, возвращаясь к модели S20, возвращаясь к модели Note 20 Ultra. Даже если я сейчас его вытащу из чехла, чтобы вы могли увидеть, что он из себя представляет. Note 20 Ultra это, опять же, глянцевое стекло, большой массивный выступ камер, закрытый, опять же, стеклянным таким вот корпусом, колпаком. То же самое S20 Ultra, но в S21 Ultra идет алюминиевый блок камер. То есть, они уже, как минимум, должны быть более живущими. Каждая камера из четырех, и включая блок лазерного автофокуса, имеет свое стекло. Горилла глаз, опять же, вспышка здесь тоже закрыта. И самое важное то, что эти камеры, если вы посмотрите сейчас при сильном приближении, они утоплены. Примерно, наверное, на полмиллиметра, но они утоплены относительно корпуса самого устройства. А значит, если вы кладете устройство камерами вниз, то, в отличие от предыдущих исполнений, хоть здесь есть небольшие рамки выступа, но все же риск повредить камеры, на мой взгляд, минимален. По поводу камер. Здесь у нас широкоугольная камера на 108 мегапикселей. Чуть ниже и рядом два телеобъектива. Один из которых дает нам 100-кратный зум, другой 10-кратный зум без потери качества. Они по 10 мегапикселей каждый. И также ультра широкоугольная камера на 12 мегапикселей. То есть суммарно 4 камеры. Добавляется еще пятая фронтальная камера на 40 мегапикселей. И самое важное то, что каждая из этих 5 камер может снимать видео в 4К формате 60 кадров. То есть с точки зрения качества видеосъемки потянули устройство действительно очень сильно. Ну и напоминаю про лазерный автофокус, которого не было в предыдущем поколении S20 и было только в модели S20 Ultra. Еще одно глобальное, действительно очень важное изменение, собственно ради которого я и притащил в кадр свой Note 20 Ultra, это стилус. Но как вы можете понимать, стилус конечно же привилегия модели Note. Собственно в этом ее фишка, в этом ее задача и ради этого его наверное и придумывали. Если мы берем в руки этот стилус и попробуем взаимодействовать с предыдущим поколением, с S20, ничего из этого не выходит. Он никак не реагирует, потому что банально здесь экран никак не предусмотрен, не предназначен для использования стилуса. Но если мы берем в руки Galaxy S21 Ultra и проводим по нему стилусом, S-Pen, то мы видим, что он прекрасно взаимодействует с нашим смартфоном. Более того, появляется знакомая по модели Note вот эта вот кнопочка с нарисованным опять же стилусом, позволяющим получить быстрый доступ к каким-то функциональным возможностям. Банальное написание заметок. И все это работает полноценно, так же как и работает на Galaxy Note 20. Вот пожалуйста, можете писать рукописный текст, можете его переводить потом в печатный текст. Любые другие функции, которые вы привыкли использовать на Galaxy Note 20, доступны теперь и для вас. Важный момент, сам по себе S-Pen никуда в корпус модели S21 не убирается. То есть мы здесь не видим никаких разъемов, никаких возможностей зацепить стилус сбоку магнитом или как-то еще. Сзади, как вы понимаете, тоже его припрятать некуда. Так как с ним быть? Естественно, это все решается чехлами. Будет предложено два новых, абсолютно новых типа чехлов. Один из которых в виде книжки, второй в виде накладки, в которых предусмотрено место для крепления S-Pen. То есть вы его можете просто положить в этот чехол и при необходимости достать. Я думаю, что это не сильно хуже, чем вытаскивать его напрямую из Note. Поэтому в целом жизнеспособная история. Естественно, и чехол, и стилус будут продаваться отдельно. И если вы, к примеру, ранее должны были выбирать между двумя флагманскими устройствами линейки Note и линейки S, то сейчас вам компания Samsung предлагает купить флагманский S21 Ultra, дополнить его, относительно, я думаю, что за небольшую плату, стилусом и чехлом и получить весь спектр функционала, который ранее был доступен для двух разных моделей Galaxy. Это действительно очень круто. И те, кто пользовался Note, я думаю, что должны оценить преимущество модели S21 Ultra. Важный момент в том, что стилус не работает с младшими моделями. Ну и последнее замечание относительно S21 Ultra, которое я лично для себя сделал, взяв в руки и S20, и S20, точнее Note 20 Ultra. Это удобство. Как вы понимаете, экраны моделей линейки Galaxy, они достаточно продолговатые, вытянутые вверх. Вот, кстати, постоянно Note меня предупреждают, чтобы я не потерял стилус. Это важно, конечно же. Они вытянуты вверх, за счет чего удобны для просмотра фотографии, видео и в целом любой работы и браузинга. Но с точки зрения удобства того, как это все лежит в руке, особенно когда я засовываю Note 20 в чехол, я не могу понять разницы. Вроде по габаритам, смотрите, они идентичны. S20 и Note 20. Но при этом в руке Note лежит не так удобно. Беру в руки S21 и опять же не могу понять. Габариты ровно те же самые. Вот разница там в каких-то долях миллиметра, которые особо не заметны. По толщине плюс-минус идентичны. Блок камер по-разному просто выступает на одном и другом устройстве. Ну то есть в целом вроде одно и то же, но при этом S21 лежит куда удобнее. А все дело, как оказывается, вот в этих закруглениях. За счет этих как раз-таки закруглений, граней, в отличие от острого Note 20, расстояние между точкой опоры в ладони, вот здесь, и между средним пальцем, которым, как правило, и придерживаю лично я смартфон, оно получается больше, причем так ощутимо заметно больше, на полсантиметра больше точно, нежели это же расстояние у модели S21 Ultra. Благодаря чему одинаковые габариты смартфона в руках воспринимаются намного удобнее, намного комфортнее. Опять же, эта галочка для тех, кто планирует заменить Note на модель S, большое преимущество, как мне кажется. Еще один момент интересный, о котором я не упомянул, это сенсор отпечатка пальца. На модели Note, как и на некоторых других устройствах Samsung, есть подэкранный сенсор отпечатка. То есть, вот здесь он отображается, рисунок такой. Я прикладываю палец, он считывается, экран разблокирован. Отлично, никаких именно выступающих заметных кнопок нет. Не надо прикладывать куда-то к боковым клавишам. Прямо под экраном расположен сенсор. Но в модели S21 Ultra этот подэкранный сенсор увеличился на 70% и на 30% стал работать быстрее, благодаря чему разблокировка посредством биометрики, конечно, будет срабатывать еще лучше, еще быстрее, еще комфортнее. Тоже, на мой взгляд, очень важный и интересный момент. Хорошо, с ключевыми аспектами новинки мы познакомились. Какие же предлагаются нам цвета? Как вы видите, самый интересный, самый мужественный, такой прям дорогой вариант – это черный фантом. Черный матовый цвет, я более чем уверен, что он будет одним из самых популярных вариантов расцветки. Причем это не какие-то навороты зеленые, сиреневые и так далее. Это прям классика. Черный мат, который однозначно был всегда нужен, которого не было в предыдущем поколении. И сейчас с этим, наконец-то, я думаю, что разбрается. Второй вариант расцветки, предлагаемый для модели S21 Ultra, это вот такой вот серебристый фантом. Он серебристый, но с эффектом жемчужного перелива. То есть синевато-розоватый оттенок у него присутствует. Опять же, Samsung любит такого рода расцветки, типа хамелеона, типа жемчуга, перламутра. И в большей степени, конечно, я думаю, что это такой, наверное, скорее женский вариант, женское исполнение. Рамки, окантовки хромированные, серебристые, блестящие. Блок камер, опять же, матовый алюминий. Сами камеры, естественно, идентичны. Корпус, матовое стекло, просто с разным мотированием. И опять же, очень интересно, как они само стекло умудрились сделать с таким жемчужным эффектом. Красиво смотрится. Передняя фронтальная часть практически не отличается, за исключением слегка заметных вот этих вот рамок, которые в одном случае черно-глянцевые, в другом случае серебристые. Это флагманские модели. Смотрим дальше. Следующие модели после S21 Ultra, это S21 Plus. Диагональ экрана на 0,1 дюйм меньше, там у нас было 6,8, здесь 6,7 дюйма. Слегка отличается дизайн, потому что у нас блок камер лишился одной камеры, лишился лазерного автофокуса, поэтому стал компактнее, стал, наверное, даже изящнее в чем-то. Сам по себе корпус, опять же, матовое стекло в исполнении, как вот такой фиолетовый фантом, сиреневый, так и серебристый фантом. Бывает также цвет черный фантом, то есть все эти три цвета предлагаются для модели S21 Plus. Диагональ экрана, как я сказал, практически такая же, как у топового флагмана. По габаритам внешним, если мы смотрим, опять же, разница практически незаметна. Он чуть короче, по ширине, можно сказать, что идентичен, по толщине, может быть, даже чуточку компактнее из-за менее выпирающего блока камер. Все-таки здесь нет ста-кратного увеличения, только 30-кратный зум. Не сильно критичный, я думаю, что, но все-таки. Эти две расцветки, скорее всего, опять же, больше рассчитаны на женскую аудиторию. Красивые, матовые, не марки, в отличие, опять же, от предыдущего варианта исполнения. Вот он, да, покажу еще раз. Но для тех, кому и эти смартфоны кажутся слишком громоздкими и большими, будет предложена довольно крупная линейка младших моделей S21. Визуально повторяющий S21+, такой же дизайн блока камер. Три камеры, то есть у нас основная камера, широкоугольная камера и телеобъектив. Вспышка вынесена отдельная, никакого лазерного автофокуса не предлагается, но, наверное, в этом и нет необходимости. Расцветки вновь матовые. И здесь уже самое интересное то, что вы берете их в руки. Если вам никто об этом не говорил, если вы не смотрели никакие видеоролики и, в целом, не сильно интересовались тем, что это за материал, вам может показаться, что это, первый, какой-то алюминиевый сплав или, может быть, магниевый корпус. Второе, вам может показаться, что это матированное стекло, так же, как у старших моделей, но нет. Посмотрите вот на белый корпус. Посмотрите на розовый корпус. Бывает еще вот такое сиреневое исполнение. Это все корпуса из поликарбоната. То есть, фактически, это некоторый тип пластика, который умудрились настолько качественно обработать и подогнать по дизайну под флагманские топовые модели, что если вам об этом никто не скажет, то вы никогда и не догадаетесь, они настолько же приятные на ощупь, но при этом ощутимо легче. То есть, сам по себе материал дает вам легкость, он вдвое легче, чем стекло, дает вам, соответственно, большую прочность, износоустойчивость, что, наверное, как раз-таки должны оценить покупатели наиболее доступной модели в линейке обновленных флагманов. Передняя часть все так же дает нам аккуратные тоненькие рамки экрана. То есть, основная задача сделать экран минимально выпирающим, точнее, рамки минимально выпирающими по отношению к самому экрану. Вновь спрятана аккуратная точка камеры и все остальное, весь функционал уже посредством с основного экрана, как и на других моделях. Раскладываем все модели перед собой для того, чтобы наглядно увидеть, что из себя представляет обновленная линейка Galaxy S21. Да, здесь, наверное, не все модификации, не все расцветки, которые доступны, но ключевые вы сейчас увидеть можете. И, опять же, черный цвет предлагается для модели S21 Ultra, как мне кажется, как самый, наверное, ходовой, самый популярный вариант. Хотя, что может быть тривиальнее простого черного цвета? В случае с младшей моделью меня лично зацепил белый. Конечно, не как мужской, а как, скорее, такой именно женский, как подарок. С другой стороны, здесь и розовые, и сиреневые объективно все эти варианты, они будут предлагаться в большей степени для женской аудитории. А значит, Samsung делает акцент на то, что ваша прекрасная половина должна порадоваться такому приятному подарку. Также важный момент. Вы все эти устройства можете приобрести как в лизинг, так и за счет сдачи своего старого устройства в трейд-ин. И, что самое намазает приятное, в рассрочку до 36 месяцев. При том, что современные устройства порой стоят довольно приличных денег, рассрочка позволяет вам минимизировать ваши ежедневные, ежемесячные расходы на приобретение таких устройств. Более того, если вы рассрочку закроете досрочно, то это позволит вам сэкономить до 18% от стоимости приобретаемого устройства, что весьма существенно. Кроме того, при приобретении любого из устройств в линейке S21 при предзаказе до 4 февраля вы получаете в комплекте либо Galaxy Buds Pro для моделей в линейке Ultra, либо Galaxy Buds Live для остальных моделей S21 и S21+. Более того, новинка, то, чего ранее не было, Galaxy Tag. Это устройство, это метка, позволяющая прикрепить ее к любому объекту, который вы хотите, к примеру, отследить, либо найти в случае утраты. И тем самым через ваш смартфон вы можете увидеть его, получить визуальное и звуковое оповещение и проще его будет найти. Эту историю я уже слушал достаточно давно и многие, мне кажется, производители современных устройств планировали нечто подобное предложить. Но вот, как мне кажется, Samsung стала одной из первых компаний. Обращаю внимание еще раз, что эти подарки вы получаете при предзаказе до 4 февраля. Если вам интересен Galaxy S21 в любой из своих модификаций, заходите на сайт onegalaxy.ru, оформляйте предзаказ, получайте эти подарки и радуйтесь, наслаждайтесь пользованием данных современных, действительно очень интересных, в особенности по дизайну устройств. Важное сообщение. С сегодняшнего дня в Instagram-аккаунте onegalaxy.ru стартует конкурс, в рамках которого будет разыграно 3 устройства. Смартфон Galaxy S21, беспроводные наушники Galaxy Buds Pro, также абсолютно новинка, и беспроводная зарядка. По итогу конкурса в рандомном порядке будут установлены 3 победителя, которые, собственно, и получат эти подарки. Следите за новостями в Instagram-аккаунте onegalaxy.ru, подписывайтесь, кроме этого конкурса у них периодически проходят и другие конкурсы, акции, спецпредложения, да и просто удобно следить за новостями от компании Samsung и OneGalaxy. Давайте еще немного пройдемся все-таки по характеристикам. Топовый флагманский S21 Ultra получит оперативную память на 12 ГБ, 21 Plus и 21 получит по 8 ГБ оперативной памяти. Внутренняя память. Для модели Ultra есть в трех вариантах 128, 256 и топовый вариант на 512 ГБ. Варианты для модели 21 Plus и обычный 21 это либо 128, либо 256 ГБ. Еще один важный момент, то что каждый из устройств S21 поддерживает сети формата 5G и имеет 5-нанометровый процессор. Все три устройства поддерживают слот для двух сим-карт, однако карты microSD более не поддерживаются. Для топовой модели S21 Ultra поддерживается самый максимальный экран с разрешением 3200х1440. Модель 21 Plus поддерживает экран 2400х1080 пикселей и модель S21 поддерживает такой же по разрешению экран 2400х1080 пикселей, только меньше диагонали. Все три устройства имеют экраны технологии Dynamic AMOLED 2X. Для варианта 21 Ultra частота поддерживается от 10 до 120 Гц, для моделей 21 Plus и 21 это от 48 до 120 Гц. Основной плюс данной технологии заключается в том, что ваш смартфон может работать в режиме Always-On Display. То есть ключевая информация, будь то время, дата, заряд аккумулятора и оповещение будут ображаться на экране с минимальной частотой, тем самым пониженное электропотребление и увеличенный срок службы и работы самого устройства. Это, несомненно, тоже большой плюс в современных реалиях, когда каждый час и каждая минута работы вашего телефона крайне-крайне важны. К слову, каждому из устройств поддерживается ускоренная как проводная, так и беспроводная зарядка. Проводная 25 Вт, беспроводная на 15 Вт. Тем самым, подключив ваш смартфон к такой сверхбыстрой зарядке, буквально на 30 минут вы получаете целый день работы, что, несомненно, опять же, будет очень и очень полезно и удобно в повседневной эксплуатации. Подводя итог данному ролику, давайте еще раз пробежимся, что же мы получаем в модельной линейке S21 на 2021 год. Топовые две модели S21 Ultra доступны только в двух цветах. Это либо черный фантом, либо серебряный фантом с таким приятным, красивым, жемчужным эффектом. Несомненно, на мой взгляд, лидеры, во всяком случае, моего лично рейтинга. Далее доступны модели S21 Plus в трех цветах. Это либо фиолетовый фантом, либо серебряный фантом, либо такой же черный, как и для топовой модели Ultra. То есть, опять же, тем, кто фанатеет от черного матового цвета, у вас есть ассортимент и выбор как из топовой линейки, так и из промежуточного Plus, который, очевидно, будет стоить немного, но все-таки дешевле. Ну и третья модель, просто S21, она получает сразу четыре цвета. Это либо серый фантом, либо вот такой розовый фантом, белый фантом и такой фиолетовый, сиреневый с золотистым эффектом. Несомненно, каждый из вариантов красив и хорош по-своему, особенно вот эти золотистые рамки на сиреневом, на мой взгляд, смотрятся очень красиво. Но для S21, к сожалению, не предлагается полноценно черный цвет, а идет только серый, хотя, на мой взгляд, абсолютно не критично смотрятся они отличными только при вот таком очном сравнении. Если же убрать из кадра черный смартфон 21 Ultra, то и серый смотрится вполне себе солидно и интересно. По характеристикам, как мы могли убедиться, ничего такого сверх важного, с одной стороны, мы не видим. То есть каждый из современных смартфонов получает обилие улучшений, изменений, что, несомненно, скажется на комфорте вашего использования. Но куда важнее дизайн, куда важнее, как это все изменилось для вас, как для потребителя в плане внешней картинки. И здесь очевидно то, что улучшение и шаг на фоне предыдущих устройств получился просто громадный и смотрится ощутимо дороже, солиднее и интереснее именно текущее 21 поколение. Если вам понравился формат такого видеоролика, если вам интересно видеть на моем канале периодически, редко, но все-таки какую-либо из техник, сравнение, возможно, этой техники, ставьте лайк, пишите в комментариях, что вам интересно увидеть, что с чем сравнить. Возможно, это мы также сможем учесть. Напоминаю про конкурс в Instagram-аккаунте onegalaxy.ru. Напоминаю про то, что уже открыт предзаказ на данное устройство. До 4 февраля, осуществляя предзаказ, вы можете получить подарки в виде наушников Galaxy Buds Pro либо Live и в виде Galaxy Tag метки, которая также может быть очень полезна. Ну и, конечно, еще раз напоминаю про рассрочку 0.36, которая позволит вам в некоторых условиях, заранее закрыв, еще и сэкономить. Спасибо всем за просмотр, друзья. И пока. Продолжение следует...